Ну и начнем мы эту часть эфира с обращения президента Зеленского. Силы обороны на этой неделе доказали, насколько действенным стало усиление воздушного щита. Возможность сбивать российские истребители – это один из ключей к завершению войны. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении. Он поблагодарил всех партнеров, которые оказывают государству поддержку. Посмотрим обращение президента. Божаю здоровья, уважаемые украинцы и украинки. Завершается этот недель. День на передо дне результата. Желаю здоровья, уважаемые украинцы и украинки. Завершается эта неделя. Неделя накануне Рождества. Неделя, которая сделала нас всех, наше государство, Украину еще сильнее. Важно, как всегда, по итогам недели сказать слова благодарности. Есть новые пакеты поддержки. Германия, гепарды, зенитные установки и снаряды, калибр 155 и другое необходимое оружие. Спасибо. Нидерланды, пакет более чем на 100 миллионов евро, который поможет нашей стойкости. Спасибо. Финляндия, уже 21 пакет помощи. Именно оборонный. И тоже более чем на 100 миллионов евро. Благодарен. Увеличен потенциал санкций США. Есть решения по финансовым учреждениям, которые помогают России обходить санкции и сотрудничают с ВПК террористов. Есть и новое санкционное решение против тех, кто помогает России экспортировать нефть с нарушением прайс-кэпов. Давить именно на такие российские связи с сообщниками особенно важно. Я благодарен за это. Ожидаем и утверждение пакета американской поддержки на следующий год. И благодарен представителям обеих партий за понимание того, что решение должно быть принято. На этой неделе мы снова доказали, насколько действенны усиления нашего воздушного щита. И не только для защиты городов и сел от российских дронов и ракет, но и для фронтовой работы. Возможность сбивать российские истребители – это один из ключей к завершению этой войны. К справедливому завершению. Я благодарю всех партнеров, которые нам с этим уже помогают и которые готовятся к соответствующим шагам по поддержке в следующем году. И, конечно, наши воины, боевые бригады по всем направлениям, от Харьковской области до Херсонской. Но на границе те, кто защищает от российских ДРГ, те, кто уничтожает шахеды и те, кто удерживает наши рубежи. Я благодарю всех вас. Особо сегодня хочу отметить ребят из 128-й отдельной горно-штурмовой бригады. Солдат Василий Полищук и сержант Олег Бернацкий. Оба очень эффективны. Оба были ранены. Оба образцово смелые. Благодарю вас. Стрелец 23-й отдельной механизированной бригады, солдат Алексей Капица, сейчас на Авдеевском направлении. Оборонительные бои и за плечами бои на юге. Героические штурмовые действия. Спасибо, солдат. Воин 56-й отдельной мотопехотной мариупольской бригады, старший солдат Иван Киреев. Спасибо за казацкую смелость, солдат. И за спасение побратимов. 92-я отдельная штурмовая бригада, солдат Евгений Лисовенко и старший сержант Константин Волоконский. Благодарю вас, ребята, за решительность и за такие действия, которые сохраняют жизнь ваших побратимов. 28-я отдельная механизированная бригада, солдат Михаил Карпюк, старший солдат Владимир Лебедев и старший лейтенант Олег Кривенко. Ребята, экипаж танка, благодарю вас за успешное уничтожение оккупантов и за умение быть сильной командой. Молодцы. Еще одно. Есть новое санкционное решение Украины. Я подписал соответствующие указы, они уже опубликованы. Это в общей сложности более 130 юридических лиц и более 20 физических. Тех, кто работает на российскую агрессию, кто помогает ей, тех, кто стал на подлый путь коллаборации с государством-террористом. Все они будут отвечать за свои действия. Мы защитим Украину. Я благодарю всех, кто с Украиной. Слава Украине. Слава Украине. Украинские военные провели учения на границе с Беларусью. Защитники прошли полосу препятствий, отработали штурмы и эвакуацию раненых. Об этом сообщил командующий объединенными силами ВСУ Сергей Наев. По его словам, ситуация на северной границе спокойная, однако военные в постоянной боевой готовности. Напомню, Беларусь с первых дней полномасштабной войны помогает России. С ее территории в Украину заходила российская техника, а также с территории Беларуси велись ракетные обстрелы. Многие образцы оружия украинского производства после войны займут свою нишу на мировом рынке. Об этом рассказал замминистра обороны Украины Иван Гаврилюк. По его словам, все новое вооружение, которое сейчас используется на поле боя, проходит такие испытания, которых не было ни на одном тренировочном полигоне. Уверен, многие образцы вооружения и военной техники отечественного производства после войны займут свою нишу на мировом рынке оружия. Среди них, по-моему, к примеру, ракетный комплекс «Нептун», БТР-4Е, ПТР «Костугна» и многие другие образцы. Иван Гаврилюк, заместитель министра обороны Украины. Эти и другие актуальные новости вы можете найти на нашем телеграм-канале. Он также называется «Фридом». Там собрана вся актуальная информационная повестка дня. Переходите по QR-коду и подписывайтесь на наш телеграм-канал. За минувшие сутки украинские защитники ликвидировали более тысячи российских оккупантов. Также ВСУ уничтожили несколько десятков единиц военной техники, отразили почти 60 атак противника. Подробнее о том, что происходит на передовой в вечерней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины. Силы обороны Украины удерживают позиции на левобережье Днепра в Херсонской области и продолжают наносить огневое поражение российским оккупантам, сообщает в вечерней сводке Генштаб Вооруженных сил Украины. На Окупинском направлении украинские войска успешно отразили атаки россиян в районе Синьковки Харьковской области. Противник также совершал наступательные действия в районах Богдановки, Клещиевки, Андреевки, Новобахмутовки и Степового Донецкой области. Силы обороны отбили все атаки. В горячем районе Авдеевки противник пытается трансформировать свое численное преимущество в какие-либо территориальные приобретения. Очевидно, у него из этого мало что путного выходит. Россияне пытаются окружить Авдеевский коксохимический завод, но ВСУ стойко держат оборону. Продолжаются тяжелые бои, несмотря на то, что пошли дожди. Всю ночь был ливень. Россияне применяют довольно нестандартные кое-где приемы. Например, недавно они атаковали с пехотой на БМП-3, как сначала казалось. Потом выяснилось, что на броне сидят манекены. Это сделали специально, чтобы отвлечь наши огневые средства. А само пехотное подразделение противника пыталось зайти с другого фланга, но было вовремя обнаружено и уничтожено. Продолжается противостояние в непростых условиях, но армия Российской Федерации все равно не продвигается. Дмитрий Лазуткин, начальник службы связи с общественностью 47-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины. В эфире марафона Едыни Новына. Украинские разведчики показали один день своей работы на Запорожском направлении на видео уничтожения российской техники в Пологовском районе. Среди потерь противника – танк, бронетранспортер и грузовик. Всего за сутки на передовой произошло 57 боевых столкновений. Тем временем воздушные силы ВСУ сообщили подробности уничтожения российских истребителей. Накануне украинские военные ликвидировали сразу три самолета РФ на южном направлении. Россияне обнаглели, подлетели поближе, попытались ударить управляемыми авиабомбами на большую глубину обороны наших войск. Они рискнули неудачно. Надеемся, на такой риск оккупанты будут идти чаще. Юрий Игнат, спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины, в эфире «Армия ТВ». Россияне сейчас активно обсуждают, какими средствами украинская армия уничтожила их бомбардировщики, отмечают эксперты. И ответ они не находят. Но пусть это тоже будет сюрпризом. Версии различные, ну просто различные. Давайте остановимся на том, что это неизвестно для врага оружие. А что касается наших разработок, то такие названия действительно, как «Стугна», как «Нептун», они просто не переводятся на другие языки. Они звучат на украинском языке. И это то, о чем мы сможем говорить после «Победы», что именно «Нептун», «Стугна», другие наши разработки стали оружием «Победы». Общие потери российской армии с 24 февраля прошлого года уже превысили 352 тысячи человек. За сутки были уничтожены 1040 военных, 17 танков, 28 боевых бронированных машин, 36 артиллерийских систем и десятки единиц другой техники «Россиян». Россияне пытаются окружить Авдеевский коксохимический завод, но ВСУ стоюк одержит там оборону. На предприятии прочные бетонные перекрытия и сосредоточено достаточно сил и средств, чтобы не пустить туда военных РФ. Об этом рассказал начальник службы связи с общественностью 47-й отдельной механизированной бригады Дмитрий Лазуткин. По его словам, российские оккупанты продолжают атаки, несмотря на дождливую погоду, а также пытаются обмануть силы обороны. Продолжаются тяжелые бои, несмотря на то, что пошли дожди, всю ночь был ливень. Россияне применяют довольно нестандартные кое-где приемы. Например, недавно они атаковали с пехотой на БМП-3, как сначала казалось, а потом выяснилось, что на броне сидят манекены. Это сделали специально, чтобы отвлечь наши огневые средства. А само пехотное подразделение противника пыталось зайти с другого фланга, но было вовремя обнаружено и уничтожено. Продолжается противостояние в непростых условиях, но армия РФ все равно не продвигается. Дмитрий Лазуткин, начальник службы связи с общественностью 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ, в эфире марафона «Едыни-новыны». Российские войска используют запрещенное химическое оружие на левом берегу Херсонской области против украинских военных. Об этом речь идет в отчете Института изучения войны. Аналитики этой организации ссылаются на пост 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота РФ, в котором российские оккупанты даже не скрывают применение аэрозольных гранат К-51, которые наполнены едким раздражающим газом. В Институте изучения войны отмечают, что это является очевидным нарушением Конвенции о запрещении химического оружия, участником которой Россия является с 1997 года. Это в очередной раз доказывает, что РФ продолжает грубо нарушать международные правила и законы. Отмечу, такие же гранаты российские оккупанты уже использовали против украинских военных в Донецкой области в ноябре минувшего года. Даже применение химического оружия не помогло российским оккупантам добиться успехов. Украинские войска по-прежнему сохраняют и удерживают свои позиции в районе Крына, Херсонской области. Как отмечают аналитики из Института изучения войны, неудачи также постигли российских оккупантов и на Купенском и Запорожском направлениях. Все их попытки продвинуться вперед были пресечены силами обороны. Армии РФ пришлось отойти на ранее занятые позиции с большими потерями в живой силе и технике.